Есть на поверхности раковые клетки рецептор. Допустим, на поверхности клетки рака предстательной железы есть просто специфический мембранный антиген, которого нет на поверхности здоровой клетки. Вот сюда присоединяется леганд, к леганду присоединяется радиоактивный заряд, и он накапливается здесь. Нигде-то, нигде попало, только здесь накапливается. Вводится он внутривенно, дальше он проходит сосуды, проходит легкий, проходит печень, все, а цепляется вот только вот сюда, как ключ к замку. И, соответственно, эти клетки погибают. Йод радиоактивный. Вот это ярчайший, наверное, пример в истории такой супер таргетности. Вот как нет больше в природе таких примеров, чтобы какой-то химический элемент имел такую тропность к определенному роду клеток, как йод к клеткам щитовидной железы. Почему это происходит? А потому что клетки щитовидной железы производят гормоны тиреоидные, которые в себе содержат йод. Им этот йод необходим для конструкции вот того, ради чего они живут. Как они это делают? На поверхности каждого вот этого тиреоцита есть множество, не один, а множество таких белковых структур, называется натрий-йодный симпортер, которые берут этот йод и туда вот, значит, вот он проплывает вокруг них, соответственно, в плазме крови, они его берут оттуда, ловят и внутрь клетки, ловят и внутрь клетки, ловят и внутрь клетки. То есть они отлавливают йод и помещают внутрь клетки, чтобы клетка делала из него гормоны. На чем построена радио-йодная терапия? На том, что этот вот симпортер не может различить йод радиоактивный от нерадиоактивного. Ему в принципе нужен йод. А уж какой он там будет, радиоактивный, нерадиоактивный, он этого не понимает. И мы его обманываем. Создаем голод такой гормональный, чтобы все эти рецепторы заработали, чтобы они жадно искали бы йод вокруг. Потому что если они наедятся, то они, в общем-то, они и так наполнены, они и так сыты, так они и есть ничего не будут. А тут им надо работать, нужно все это строить. Значит, соответственно, йод радиоактивный, так вот образно говоря, там проплывает вокруг них, они быстренько его хватают, засовывают внутрь клетки, ну и, в общем-то, это гибель клетки. Потому что это все-таки вещество испускает бета-частицы, соответственно, клетка погибает. Вот на этом построено лечение рака щитовидной железы, на этом построено лечение тиреотоксикоза, на этом построена вообще радиодиагностика и вся вот эта самая радиод терапия, которая является самым широко представленным вообще видом радионуклидной терапии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова